Итак, сегодня я расскажу, как происходит обработка первичных моделей при планировании индивидуальных костных блоков. После того, как программист нам прислал модели, мы можем их посмотреть. Итак, описание клинического случая. Мы выбираем клинический случай. У нас открываются две модели и картинка. Если он ругается, надо жать да. Вот у нас модели. Прекрасно. Давайте их быстренько перекрасим в наши цвета и будем планировать изготовление индивидуального импланта. Итак, это закончилось. Мы можем рассмотреть различные варианты сетки для понимания, где у нас уровень кости. С разных сторон, в проекции. Мы можем посмотреть его расположение. Здесь в дистальном направлении и так далее. Мы можем сделать сетку более частой, более высоко полигональной. И также продолжить рассмотрение модели блока. Мы можем сделать, это больше, вид это подходит для измерения физических размеров изделия. Потому что на нем четко различим рельеф из треугольников, по которому можно отмерять различные расстояния, используя вот, например, такую функцию. Мы можем померить длину блока. Она будет 22 миллиметра. С небольшим, да, почти 22 с половиной. Мы можем придать полный объем, но тогда лучше просматривать в сглаживании. Да, в режиме сглаживания. Мы можем придавать сетку отдельную разным элементом, если в этом есть необходимость. Вот я считаю, что вот этот формат является все-таки наиболее. Да, нет. Вот этот все-таки. Или даже вот этот. Потому что очень хорошо виден рельеф кости. И мы можем, вот в этот, проникнув внутрь блока, его дополнительно отмоделировать. Как мы видим, зону прилегания вообще идеальна. Потому что сетка, в принципе, соответствует полностью прилегающему ложу. Качество компьютерной томографии достаточно хорошее, ну или, скажем так, приемлемое. Потому что нам весь Илья в кости виден. В общем-то, в мельчайших деталях. Поэтому мы можем работать в подобной ситуации. Что говорить касаемо данного случая? Значит, мы изучим сначала отчет программиста. Вот мне, например, я так смотрю, то, что он сделал, есть замечание следующего характера. У нас получается, что позиции имплантатов будут завалены 5, 6, 7. Значит, 6 и 7, 7 особенно, завалено оральный имплантат шейкой. Поэтому ортопедически будет достаточно сложно. Кроме того, немного смещена ось дуги. Как это видно, потому что имплантат в седьмом положении, он должен быть немножко смещен вестибулярно и шестой тоже. Кроме того, у нас есть вот этот выступ вестибулярно, который рассосется. Потому что он стремится острым углом наверх. Поэтому его придется тоже убирать. После первичного рассмотрения, вот на этом слайде очень хорошо видно, после первичного рассмотрения мне необходимо сделать снимки модели, скриншоты, для того, чтобы инженеру можно было понятнее объяснить, на что обратить внимание и какие будут переделки в форме блока, какие будут коррективы. Мы сначала сделаем скриншоты рельефа. Давайте рельеф посмотрим. Поэтому блок должен располагаться вот в этой зоне. Я себе сделаю вот такой скриншот тоже. На самом деле это занимает все равно достаточно времени, потому что данный этап будет сказываться на усадке. Если форма будет выбрана не очень правильно, то получится усадка блока больше. Я себе делаю скриншот вот такой. Теперь мы наложим блок. Сделаем скриншот с блоком. В принципе в этой проекции будет понятно уже все. Нам нужно блок переместить более вестибулярно вот в этой части, а вот эту вестибулярную границу ее спилить. Вот на этой сетке очень хорошо видно. Должно даже еще взять. Для того, чтобы отрисовать, как будет выглядеть рельеф вестибулярный. Теперь наша задача посмотреть уровень костной ткани, на которой должен находиться блок. Может быть мы решим его делать несколько больше. Но в принципе он соответствует уровню костной ткани. Тогда имеет смысл сообщить врачу об изменении отопедической плоскости, потому что на картинке имеет смысл ее перенести. Поэтому я себе могу сохранить вот на этих снимках также сделаю скриншоты экрана, потому что потом обрабатывать будет проще. И вот этот скриншот я тоже сделаю, потому что эти снимки вам поможет быстрее составить задание. Вот так мы будем определить более того. И вот этот скриншот мы сделаем. В принципе работа с моделями закончена. Теперь наша задача перенести все задания в папку и продолжить измерение блока. В принципе блок не конечный, поэтому на данный момент мы можем его и не мерить. Слои мы показали раздельно. Какой функционал есть еще в работе с моделями? Это создание нового документа. Мы этим не пользуемся. Открыть. Функция эта используется, если вы вдруг откроете одну модель и вам нужно будет догрузить другие слои. То есть по сути другие файлы. Я обычно выбираю просто несколько файлов и все это очень удобно. Скриншот есть здесь, но он делает скриншот всего экрана. Мне так интересно, на компьютерах у кинтоши все-таки функция более удобная. В комбинации клавиш Command, Shift и циферки 4. У нас будет появляться крестик. Вот такой вот, который будет указывать нам координат на экране. И как только мы зажмем мышку, он будет выделять определенную область экрана, которая сохранится как картинка на рабочий стол автоматически после того, как мы отпустим мышку. Если вы вот в такое положение дошли, дошли уже до такого положения, но поняли, что снимаете не то, как вот у меня например, нам надо нажать Escape. Наши, в данном конкретном случае, занимаются прототипированием, то есть печать на предоткреторах и производственные отделы, где у нас стоят пакарные станки, позировочные станки. В основном это, естественно, больше для макетирования и прототипирования. Вот. То есть, соответственно, в основном это мягкие. И вот на этот костыль сажают, да, по сути, вот этот протез. Да, обеспечивается там три элемента у них. Во-первых, это глазной яблоко теряется, процент мягких тканей, которые теряются значительно. Поэтому происходит деформация области глазного яблока. Нам необходимо восстановить по объему эти ткани, утерянные. Плюс мы устанавливаем двигательную функцию, так как вот в этот элемент импланта прошиваются четыре мышцы двигательные. Соответственно, у нас глаз, который замещается, он у нас становится подвижным. И третья функция, это эстетическая, которую мы решаем. Патент сейчас оформляется уже. Приоритетную заявку мы получили. Здесь мы ее скопируем. Вот набор справых элементов, с которыми сразу можно работать. Потому что фотография – это пускасное изображение в любом случае. По фотографиям мы ничего не можем сделать. Если у вас будет фотография и модель… Смотрите, вот есть такое же исследование с МРТ, которое мягкие ткани отображает. Почему вам в этой цифре не дать нам? Там есть мягкие ткани, мы работаем с образом. Это не так видно и хорошо на МРТ. Объем будет ли вот так он регистрироваться? Вопрос. Надо пробовать, попробовать можно. Мы просто когда работали с МРТшкой, мягкие ткани видны. Вопрос. Вопрос. Вопрос.